Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодня Азербайджан является многонациональной страной, в которой с большим уважением относится к другим религиям и культурам. Православные христиане, граждане и гости нашей столицы отмечают свой религиозный праздник, придя в собор, освященный в честь жен Мироносец. С поздравительным обращением выступил настоятель Кафедрального собора Архимандрит Алексий Никаноров. Рождество Христово – это особый праздник для нашей страны. И обычно его значение отмечается тем обстоятельством, что президент Азербайджанской республики традиционно, ежегодно обращается с особым посланием к православным христианам Азербайджана, в которой отмечает, во-первых, высокий уровень межрелигиозного диалога, высокий уровень диалога между государством и религиями, и особую атмосферу, которая является не просто знаковой, но визитной карточкой. Сегодня великий праздник для всего православного христианства, Рождество Христово, с чем я хочу поздравить всех, пожелать мира, добра, здоровья. То есть это для православного христианства очень великий праздник, так как по истории сегодня день рождения Рождества Христово. Хотелось бы в первую очередь поздравить всю христианскую часть Азербайджана с Рождеством. Для нас это очень ценный праздник, потому что он очень традиционный, испокон веков, он постоянно празднуется в Азербайджане, что является главным фактом того, что Азербайджан – это не только многонациональная страна, но она также ценит традиции и других религий. Я являюсь дочерью национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, а также супруга ветерана Второй Карабахской войны Дениса Бузлаева. Рождество для православных – это один из важнейших праздников, и я бы хотела поздравить весь православный народ с этим святейшим праздником, пожелать самое главное крепкого здоровья, мирного неба над головой. И как мы видим, и хочу отметить, что в Азербайджане проживает очень много русских и также православных, и, безусловно, мы можем увидеть, как здесь присутствуют не только русские, но также и азербайджанцы, что не может не радовать нас. Рождество для православной войны Продолжение следует...